МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утром при пожаре в частном доме сгорел пятилетний мальчик. Вину признал спустя 9 месяцев. Мы же в эпилепсии, оказывается, а просто приступ был. Не надо, потому что позицию свою, это все признает. Старт процесса над водителем, насмерть избившим 18-летнюю девушку. А также приехавшие к пожилой женщине врачи скорой помощи спасались через окно. Он сказал, говорит, мне есть нож, он продемонстрировал, да, и говорит, а у вас что есть? Их визиту был не рад сосед пациентки. Это и не только. Прямо сейчас. Пятилетний мальчик заживо сгорел сегодня в огне в частном доме в Альметьевском районе. Трагедия произошла утром на улице Юлдаш в селе Кичучатого. Дома находилась мать с тремя детьми. Когда начался пожар, она смогла вывезти на улицу только двоих детей. Младший сын остался в горящем доме. Подробности у Рамиля Галюлина. Восемь часов сорок девять минут. Отец семейства на работе, мать на кухне. Трое детей в комнате. Вдруг крики, что что-то горит. Женщина кинулась в комнату, она была уже в дыму и в огне. Двоих детей быстро вывела на улицу, младшего не нашла. Побежала туда снова, но зайти не смогла. К сыну не пустил сильный дым. Вскоре приближал отец, которому сообщили, что горит дом. Мужчина также попытался проникнуть в дом. Разбил оконное стекло, но из-за сильного дыма не смог попасть внутрь. Чуть позже им потребовалась помощь медиков. Когда разбивал стекло, осколками разрезал руку. Пожарные приехали через 13 минут после вызова. Деревянный дом, 10 на 10 метров, был полностью охвачен огнем. На тушение пожара были поданы четыре ствола. Работали четыре звена газодымозащитной службы. В 9 часов 24 минуты пожар локализован. К сожалению, в 9 часов 48 минут в ходе тушения пожара обнаружено тело пятилетнего мальчика. Сейчас рассматривается несколько версий возгорания, в том числе электротехническая и детская шалость. Дом в результате пожара сгорел полностью. Рамиль Галиульн, Айрат Назипов, вызов 112. Приволжский районный суд Казани начал рассматривать дело 46-летнего Артура Смирнова. Его обвиняют в наезде на двух человек 1 мая минувшего года на проспекте Победы. 18-летняя девушка погибла на месте, ее тетя с травмами была госпитализирована. Водитель скрылся. Сразу после задержания он отрицал свою вину. Версии пешехода и водителя выслушал Айрат Назипов. Смотрю, бегут люди, бегут люди. Я даже не поняла, куда они бегут. Смотрю, Алина, девочка вот эта, лежит метр в 15-20. Резидент Фатахова, тетя погибшей 18-летней девушки. Вспоминать 1 майский вечер ей тяжело. Говорит, шли с Алиной рука об руку. Переходили дорогу на зеленый. До противоположной обочины не дошли. Я получила среднюю степень. У меня был перелом левой стопы. Ну и все. Алина, она впереди была или в за? Нет, она вот перед меня. То есть первый удар должен был быть на мне. Ну просто, я не знаю, по счастью, случайности я просто сказала. Или я не знаю, как. Ну, в общем, не могу сказать. Но человек ехал прямо целенаправленно на нас. Вот точно могу сказать. А потом сразу ехал? Сразу, скрылся. В течение четырех часов автоинспекторы установили, кто сидел за рулем, сбивший их Киарива. Нашли и саму машину. Водитель оставил разбитый автомобиль на стоянке на улице Баки-Урманча. Тогда мужчина якобы не понимал, за что его задержали. Он не связывался. Он до сих пор не чувствует себя виноватым. У него было очень много версий, что, во-первых, это вообще не его машина. Потом доказывается, что это его машина. Потом была у него эпилепсия. Доказать, что у него нет эпилепсии. Третья версия была, что вообще не он был за рулем. Свою вину мужчина не признавал и на следующий день после задержания. Утверждал, что в момент наезда машины не управлял. За рулем стало плохо. Отключился. И о произошедшем якобы узнал от задержавших его инспекторов. Доставьте мне то, что я должен ответить. Кроме жизни вы же ничего больше не предъявили. Что в протоколе? Свидетель. Кроме того, что какой-то Киарива наехал на девушку с бабушкой. И на какую-то? И на людей. Именно номер запомнили. Именно они запомнили. Именно номер. В 10 часов вечера. Они одной камеры нет. Спустя чуть меньше 9 месяцев мужчина все же изменил свое мнение и признал свою вину. За это время его выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест. Также мужчина заявил, что связался с потерпевшими, чтобы принести извинения и возмести им ущерб. Он каждый раз, когда они приходили, он пытается, но они с ним не взяли. Мать ездил два раза к ним домой. Сюда было выделено, что я с потерпевшими не должен разговаривать. Но я подошел к себе как дальше и попросил у нее. Я говорю, можно мне? Он не сказал. Если только там ругаться не будет, то можно. В отношении Артура Смирнова возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшей по неосторожности смерть человека. По части 4 ему может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы. Судебное заседание шло всего несколько минут. Причина в том, что у подсудимого новый адвокат. И ему не хватило времени для ознакомления с делом. Перенос заседания возмутил потерпевших. Конфликт между участниками процесса продолжился уже в коридоре суда. Он скрыт себя. Если бы его нормально распределили, как считается, что... Вы его раз защитили, два защитили. Вы зачем его защищаете в то время? Человеку 40 лет все под юбку выходит у мамы своей. Он на команде, я сам ему кличка, говорит, он в татарке, саралай, приезжает. Лэш, саралай, он там на гиппо пройдет. У него кличка там, шеприт. Он на команде. Да? Вы не знали об этом? Вы не знаете, для вас это открытие. Следующее судебное заседание состоится 17 февраля. Родственники погибшей девушки намерены добиться максимального наказания для подсудимого. 18-летняя Алина была единственным ребенком в семье. Айрат Назипов, Константин Буршуев, выезд авто 12. Закрытую черепно-мозговую травму получил 38-летний водитель Хиндай Солярис, который, по предварительным данным, на улице Иршова не выбрал безопасную скорость, при этом не справился со своим автомобилем. Иномарка вылетела с дороги и врезалась в мачту городского освещения. Киэрио и Хиндай Солярис не поделили перекресток улиц Чистопольская и Мусино. Никто из участников аварии вину не признал. Они самостоятельно решили отправиться в центр оформления ДТП для дальнейших разбирательств. В Татарстане вынесли первые приговоры по делам за нападение на специалистов, обеспечивающих работу переносных камер фиксации нарушений ПДД. Только за весь прошлый год в полицию поступило 21 заявление по подобным инцидентам. Один из них произошел в Тукаевском районе. По материалам дела, двое мужчин распылили в сторону специалиста содержимое огнетушителя, а затем лопатами повредили автомобиль, устанавливавший камеры. Оба нападавших впоследствии получили условные сроки. Еще двоих мужчин за похожее нападение суд обязал заплатить штраф и участвовать в обязательных работах. Кроме того, в отношении злоумышленников применяются административные наказания. Один из них был приговорен к административному аресту на 13 суток, пятерым назначены административные штрафы. Челнинским медикам пришлось спасаться через окно квартиры от буйного мужчины с ножом. В 2 часа ночи они приехали на вызов к пожилой женщине. Сосед пациентки их приезду был не рад. Сергей Хайдаров с подробностями. Он сказал, говорит, мне есть нож, он продемонстрировал. И говорит, а у вас что есть? Аргументов на это у сотрудников скорой помощи не нашлось. За полтора года работы фельдшером у 26-летней Марии Усанчик это первое происшествие. Лица она показывать не хочет. Рассказывает, приехала на обычный вызов в малосемейку. Пожилой женщине стало плохо. При этом ее сосед к фельдшерам был настроен агрессивно. Три раза он зашел в комнату с ножом. Третий раз он уже зашел с ножом. Я, говорит, вас всех сейчас здесь порежу. Как бы, да, вот такое вот было выражение. И вышел опять-таки повторно. Мы собрали вещи. И было принято решение уйти через окно. Мы были на первом этаже. Первой спустилась коллега Марии. Затем пациентка. И последняя прыгнула она сама. Полицейских вызвали только после того, как все добрались до машины скорой помощи. По данному факту был вызван наряд полиции. Полиции гражданин задержан. Сотрудники скорой помощи написали заявление о совершении против них противоправных действий. В дальнейшем порядке это все будет юридически как-то рассмотрено уже инстанциями правоохранительными. В этом году в Челнах это уже второе нападение на медиков во время оказания помощи пациентам. Сергей Хайдаров, Эльмира Гайнудинова, Эльнар Мустафин. Вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.